Важные темы для обсуждения. На 27-й сессии Белгородского городского совета депутаты рассмотрели 16 вопросов. Подробнее с каждым можно ознакомиться на сайте белновости.ру. А сейчас расскажем о самых интересных. Утверждены новые параметры городского бюджета этого года. Доходы и расходы казны увеличены на 736 миллионов рублей. Дополнительные средства направят на развитие транспортной сети, увеличат фонд оплаты труда управления Белблагоустройством и отремонтируют дорожную инфраструктуру в микрорайоне Крейда. Депутаты проанализировали до этого на профильной комиссии в индивидуальной работе все статьи расходов, которые сокращены, для того, чтобы не допустить сокращения расходов по социально защищенным статьям. Это заработные платы, это социальные выплаты, это иные меры поддержки, которые непосредственно касаются населения. И поэтому сегодня депутаты единогласно поддержали внесение изменения. Депутаты также внесли правки в документ о социальной поддержке молодых врачей первичного звена. В новой редакции единовременную выплату 350 тысяч рублей помимо специалистов семейной медицины смогут получить педиатры и терапевты, обучающиеся в ординатуре по специальности семейная медицина. Мы видим, насколько сегодня в период резкого ухудшения педагогической ситуации в городе возросла нагрузка на специалистов, обслуживающих терапевтические участки в поликлиниках. Стоит отметить, что и ранее при существующих вакансиях данными специалистами приходилось обслуживать в среднем более 2000 человек взрослого населения при нормативе 1700 на врача-терапевта-участкового. Специалист, претендующий на финансовую поддержку, должен быть не старше 35 лет. Есть и еще одно условие. Он должен быть впервые устроен в государственное медицинское учреждение города Белгорода. Это может быть первое устройство после окончания учебы или если человек приехал из другого региона. Депутатский корпус поддержал еще одно долгожданное решение. Заработная плата сотрудников бюджетных организаций Белгорода будет увеличена на процент инфляции. Речь идет прежде всего об учреждениях образования, здравоохранения, культуры, спорта, то есть Белгород-благоустройства, то есть тех учреждений, которые финансируются из муниципального бюджета. Уже с октября более 6000 специалистов будут получать зарплату на 3% больше. Для осуществления этой инициативы потребуется 10 миллионов 700 тысяч рублей. В бюджете деньги заложены. На октябрьской сессии приняты ряд кадровых решений. Новым председателем постоянной комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике стал Александр Щеглов. А постоянную комиссию по градостроительству, развитию городского хозяйства и вопросам экологии возглавил Николай Репухин. В ряды депутатов Гурсовета вступила Лидия Новакова, которая заняла вакантное место Любови Киреевой, избранной в новый состав облдумы. Виктор Лукьянчиков, Сергей Щекалов, Белгород Медиа.